привет друзьям сегодня решил немного разбавить кулинарию то что кстати я купил для кулинарии ну доказалось это дело в адресе самые вкусняшки которые мы любим вот это конечно очень классная приправа мне она очень нравится конечно мой все это очень дешево но в принципе хватает на самом деле надолго и во всяком случае даже если взять вот эту приправу ну да она химическая конечно я ничего не могу сказать но даже плавает жир то есть вот когда кидаете в бульон плавает жир то есть вот такая замечательная приправа кнор для говядины цена вопроса я ее покупал до 687 рублей 800 грамм очень классненькая такая она просто вкусненькая давайте посмотрим внутри о такой запах там было классный очень запах в бульоне тоже очень суперская этот продукт я рекомендую это не реклама не за эту рекламу еще к сожалению пока никто не платит может быть когда-нибудь будет мы любим делать кимчи я пока пробовал делать сам соус кимчи но у меня честно говоря пока еще не получилось то есть я не нашел тебе хороший рецепт для кимчи и вот пользуюсь вот этим вот брендом также покупаю в албересе кимчи для корейской корейского маринада я его пробовал можно прям даже так кушать очень вкусный соус на вопрос вот этого соуса сейчас я вам скажу 367 рублей то есть вот его и однозначно рекомендую хватает это примерно ну на два кочана два больших не даже на два средних кочана больших тайна не хватит я люблю поострее один качан беру заливаю классная кимчи получается очень вкусная может быть покажу как я из нее готовлю посмотрите как получается и покажу ну конечно приобрели такую спаржу мы также очень любим чем она хороша что она замачивается и разбухает довольно быстро этой пачки хватит я не знаю раза на три наверно если не на четыре салатик вот такая тут очень вкусная спаржа много перепробовал ну принципе этот бренд мне кажется самый достойный цена вопроса его достигает сейчас скажу 273 рубля очень классная спаржа также покажу ее в дальнейших видео как ее готовлю как ее замачиваю ну что я с ней делаю единственное что я решил попробовать наверно она будет лежать здесь я купил как раз для вот этой спаржи приправу ни разу не пробовал наверное буду готовить видео даже положили жвачку в подарок вот это вот сюрприз конечно сынсоевская приправа для заправки спаржи вот я ее честно говоря я ее не пробовал что это такое ну хочу попробовать потому что ну я делал эту спаржу да конечно это добавлял глюкомат натрия для усилителя вкуса но он конечно не очень вредного не очень полезный но конечно он очень вкусный вот это вот приправа стоит сейчас я покажу подскажу точнее это приправа стоит 260 рублей 5 штучек насколько его пока хватит не знаю вот на 600 грамм готового салата в общем как я буду готовить салат я буду использовать вот эту приправу попробую ну и конечно поделюсь с вами отзывами что в общем итоге у меня получился салат такой стоит ли покупать такую приправу либо нет это я вам скажу покажу ну тут купил такую приправу для плова кикоман к точнее не кикомана катания в общем итоге это я ее просто купил для попова попробовать так на самом деле конечно когда я готовлю плов я использую свою смесь иногда ее просто нету приходится покупать вот такую приправу цена вопроса 4 штуки 4 штуки 162 рубля даже не знаю дорого это либо дешево вот в общем надо я такие штуки покупаю для плова чтобы самому не готовить проще открыл пакет и все на то вот а еще что купил вот тут самое интересное мне кажется это приправа для шумы вот это приправа очень вкусненькая когда если вы делаете домашнюю шурму ну на эти грубо это майонез чеснок да там добавляете классический соус тут разные травки специи взбивается также с майонезом и со сметаной и получается просто обалденно вкусная шурма вот это конечно не очень дешево получается вот три пакетика до 225 рублей 2 в одном шурма и для соуса для соуса для шаурмы вообще очень классно вот ну и конечно очень люблю я вот такой рис рис басмати очень классный рисочек просто великолепный также покажу как выглядит в вареном виде очень вкусный рис на самом деле я люблю эту серию риса и плов получается обалденные просто да и вкус не хочу стать конечно очень вкусный так вот тут мы сейчас аккуратненько спорим пригодятся навыки в паровне ниток еще видите даже не открывал притащил ну и решил сразу показать может быть кому-то то будет интересно не знаю интересно такие видео кому-то вы напишите в комментариях если интересно то в принципе покупаю я много чего буду показывать как говорится все да конечно вам интересно вот смотрите вот такой тресочек он очень длинный вот видите смотрите то есть вот тут он кажется ну такой довольно таки короткий но когда он разбухнет когда вы его сварить и он примерно такого тут размера получается тут я покажу его буду готовить нет ответственно также покажу этот рис как он смотрится на вкус конечно я вам на видео не покажу да останется только поверить вкусным либо невкусный ну я вам говорю однозначно будет рисом очень вкусный так а цена вопросов этого риса также покупал уже на той площадке он не дешевый 1294 рубля сколько тут пять килограммов за пять килограммов ну не дешевый рис ну в принципе он классный рис кто этот кто даже сидит на диете дату рисочек отварил он как он как макаронки маленькие макароны очень вкусный и симпатичный рис ну ты буду сейчас его скоро готовить я вам это видео покажу какой он на вид вот ребят так что вот такие вот у меня сегодня покупочки кстати говоря крису можно использовать вот эту приправу я рис готовлю очень интересным способом у меня скоро будет на канале рис он там не единственный черный его очень плохо видно но конечно рис получается очень вкусный вот так что пишите комментарии нравятся ли вам такие видео стоит ли показывать вам такие покупки что я покупаю интересно ли вам либо нет ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока